Самое первое воспоминание, когда я пошел с отцом, я был маленький, катался на открытом воздухе около своей школы. Я помню, пришел там взрослые люди, все играли дядей, поэтому страшно было. Первое такое впечатление, наверное, воспоминание самое о том, как я на улице начал кататься. Холодно было, наверное, очень зимой. И отец меня поставил, я катался, и там уже три часа, там уже темнело, я не хотел домой идти. Продолжал кататься, наверное, самое такое первое воспоминание. Павел Дацук кумиром был, я за ним очень много следил. Был там один у него кемп, он приезжал в торговый центр «Город», я помню. Мне удалось сходить, но я не познакомился с ним, но я увидел его очень вблизи, и для меня это было сногсшибательно. Капитан, наверное, Ступина, это самый первый профессиональный, так сказать. 16 лет туда попал, подписал с ними контракт и проиграл там один год. Тяжелое решение, нелегкое, тяжело себя заставить, не знаю тем более языка, и у меня так и получилось. Это очень был такой челлендж для меня и для всей семьи, поэтому нелегкое решение. Но, как говорится, все, что Бог не делал, все к лучшему, и тяжело удалось, но принял такое решение. Тяжело сказать, когда я старался работать каждый год, всю свою жизнь, грубо говоря, у меня не было такого, что задумывался особо об этом, старался работать на собой, быть как можно лучше. Думаю, наверное, уже в лет 14-15 я понял, что надо прибавлять, надо уже усиленно работать, чтобы добиваться какой-то уже более большой ступени, большой цели. Ну, когда многое что не получается, даже, грубо говоря, в прошлом году, когда сезон не получился, не шел так, как рассчитывал, были уже самые плохие мысли, лезли в голову, и неприятно это, когда такое происходит. Очень много эмоций было, конечно, это Го, которое запомнится на всю жизнь, которое можно будет вспомнить, всегда рассказать эту историю, надеюсь, детям, внукам. Поэтому много очень эмоций, конечно, запомнилось такое событие, оно случается, как говорится, раз в жизни, очень приятное событие. Наверное, недооценка, то, что всегда, так не буду говорить, что тяжелый путь, но была такая недооценка, всегда по, грубо говоря, по молодости, меня никогда особо в сборную не вызывали, и по своему году, поэтому у меня всегда была мотивация доказать, что все-таки я чего-то стою, и у меня вот это вот всегда была мотивация в голове. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!